Для контроля светотехнических параметров мы пользуемся портативным прибором многофункциональным производства тайваньской компании UPrTech с участием наших питерских специалистов, которые разрабатывают существенную часть математики этого комплекса. Его достоинство очень компактный размер и возможность видеть основные параметры на экране смартфона. Его досаднейший недостаток, он стоит дорого, то есть стоимость этого прибора порядка полутора тысяч долларов. В этом комплексе присутствуют два датчика. Беленький – это датчик освещенности и вот это полупрозрачное окошко – это датчик пульсации. И совокупное значение этих параметров выводится либо на маленький экранчик, либо на привязанную к этому устройству через Bluetooth смартфон. В данном случае мы будем пользоваться смартфоном, потому что он дает более наглядное изображение. Включаем прибор. Ждем. Прибор изначально выполняет калибровку с закрытой шторкой. После того как он подтвердит, что калибрация – Calibration, окей, калибровка проведена. После этого шторка сдвигается и вот этим датчиком кладется на тот светильник, параметры которого мы замеряем. Потом светильник будет включен. Я на выключенном светильнике сейчас покажу еще, как выглядит окошко данных программы. Вот нажатием вот этой кнопочки мы запустим сеанс получения новых данных. Включаем светильник. Нажимаем кнопку получения новых данных. Данные сняты. Можно выключить светильник, чтобы нам не мешал его свет смотреть на экран смартфона. И теперь можно проконтролировать, какие данные получены. CCT – это цветовая температура 3457 Кельвин, как раз в любимом промежутке между 3 и 4 тысячами. Дальше. CRI – это совокупный индекс цветопередачи, суммированный по 20 цветам. Следующее – это освещенность 23000 люкс. Но это освещенность на поверхности светильника, а не на той поверхности, которую он освещает. Поэтому она практически в данном случае применения не имеет. Это несущая длина волны. Это параметр максимального отклонения освещенности от вот этого значения. То есть вот эти 2199 – это неким образом соотносится через какую-то формулу с тем, что пульсация составляет 0,15%. Глазом становится заметна пульсация выше где-то 15-20%. На экранах смартфона заметна пульсация более 5-7%. Поэтому вот такая пульсация, она незаметна ни глазу, ни смартфонам, ни видеокамерам. На следующем экране – кривая частотного спектра. Виден пик. Это свет исходного чипа светодиодного. И вот все оттенки от зеленого до красного – это то, что переизлучено алюминофором. Желтеньким, тот, который мы видим на светодиоде на корпусе. Следующие два экрана – это положение точки на цветовых координатах в координатах XY и UV. Что можно заметить положительного? Что точка расположена очень-очень близко к кривой идеальной. Не в стороне от нее. И последнее – это распределение точности цветопередачи по основным цветам. Начиная от розового и заканчивая снова, опять же, неким оттенком розового. Ну, здесь видно, что самая лучшая цветопередача в зеленой части спектра равна 97. И самая слабая традиционно для светодиодной продукции – это красные оттенки. Параметр R9 на уровне 10 – это достаточно прилично для бытовых целей, не связанных с художественными какими-то процессами. И скажу, что в большинстве образцов массовой продукции можно легко встретить параметр R9 на уровне минус 10, минус 20, минус 30. Такое частенько встречалось. На нашей продукции параметр R9 всегда больше нуля. Мы стараемся держать его на уровне от 10, примерно. То есть в данном случае это образец качественного бытового светильника, который и по параметрам цветопередачи, и по параметрам пульсаций, и по дизайну на уровне по всем характеристикам.